Вы смотрите отзыв об отеле Mon Repose Hotel. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Тверской Гость, который был в нем в 2018 году. Родос, Фалераки, отель Mon Repose. Мы с женой отдыхали на Родосес с 28 сентября по 7 октября 2018 года, отличная погода для отдыха в это время года. Температура воздуха плюс 26, 30, воды плюс 27 градусов, отель Mon Repose 2 звезды. Сам отель удивил нас большим номером с лоджией. В номере эконом без кухни, холодильник, чайник, чашки с блюдцами и ложками, стаканы, фен, телевизор, кондиционер, 10 электрических розеток, в большом шкафу много вешалок, прикроватные тумбочки с двумя выдвижными ящиками, комод, стол, на лоджии, веревка для сушки белья с прищепками. В туалете мыло и шампунь гель. Постельное белье новое и чистое, хорошего качества, полотенца меняли каждый день. Завтраки в отеле вкусные, хотя и однообразные. Wi-Fi бесплатный и шустрый на всей территории отеля. Бесплатный сейф, русскоговорящая девушка на ресепшн, большой лифт. Бассейн средних размеров с лежаками и зонтами. Отель заслуженно может претендовать на 3-4 звезды, хотя заявлено 2 звезды. Обедать мы ходили в разные кафе, но больше всего понравился ресторан русской и греческой кухни, он так и называется. Меню на русском языке, официантка русскоязычная, цены, несколько ниже, чем в остальных кафе и ресторанчиках, порции большие и вкусные. Ресторан находится на одной стороне улицы с отелем. Надо пройти немного за светофор в сторону Линдоса, всего метров 550, не доходя до церквеса. Нектария. Отобедать в Фалераке стоит примерно 30 евро на двоих, один салат на двоих, два вторых блюда и два сока или пиво. Напротив отеля через дорогу, супермаркет Афф, работает без выходных до 22 часов ровно. Ближайшая дорога к морю занимает тихим шагом минут 12-15. Перейдите от отеля трассу и по грунтовой тропинке слева от супермаркета, выходите на параллельную главную торговую улицу, сверните налево и идите по улице до поворота направо к отелю Аполло Бич, далее через территорию отеля выходите к морю. Пляж песчаный, есть кабинки для переодевания и души, туалеты. Примерно после 17 часов ровно пляжная обслуга уходит и можно бесплатно занимать лежаки. Если у вас на смартфоне нет навигатора, обязательно скачайте его и карту Греции. Меня очень здорово выручал навигатор Асен. Он очень пригодится и в самом городе Радосё, и в крепости, где много улочек и переулков, и в Фалераке, и в Линдосе. Что посмотреть в Фалераке? Очень красивая новая церковь СВ. Нектария по трассе в сторону Линдоса минут 8-10 ходьбы. Просто прогуляйтесь по поселку, по улочкам и закоулкам. Красивая природа, отели, магазинчики, кафешки. Если крепкие ноги, нужно подниматься в гору, хотя и не очень высоко, то можно дойти до астрономического кафе с обсерваторией, навигатор вам в помощь. От него открывается с высоты красивый вид на Фалераке и бухту Энтони Куина. Есть еще в Фалераке большой аквапарк, но мы туда не ходили. Город Родос. Обязательно самостоятельно съездите в Родос. Остановка автобуса недалеко от отеля, на остановке расписания, билеты продает водитель. Цена 2,40 евро. До Родоса езды минут 20, автобус прибывает на автобусную станцию в самом центре. Обратный билет до Фалераки можно купить здесь же в кассе. Автобус отходит с той же автобусной станции, но обратно может идти не по трассе, а по дороге вдоль моря, там много остановок и время в пути минут 40. В этом случае выходить лучше на остановке отеля Полу Бич, навигатор поможет не проехать нужную остановку. В городе Родосея одного дня мало для осмотра всех красот. Сходите в древний порт Мандраки, дойдите до ветряных мельниц и форта СВ. Николая. Погуляйте по старому городу. Пройдите по набережной вдоль восточных стен до нового порта. Я с удовольствием гулял между стенами крепости, любовался башнями и бастионами, но по периметру это около 4 километров, а в город можно войти только в двух, трех местах через проходы во внутренней стене. Остров Сими. Сплавали мы и на остров Сими. Красота. Отправление из Родоса в 10 часов ровно, возвращение в 18 часов ровно. Билеты на Сими и обратно на набережной Родоса стоят 20 евро на человека. Питьевая вода на судне бесплатная. В Линдос и прочие экскурсии мы издели ранее, когда отдыхали в Елесосе в 2012 году, поэтому в этот раз туда не поехали, хотя советую съездить в Линдос и на обзорную экскурсию по острову. Вот мои фото прошлых лет из экскурсии в Линдос. Акрополь Линдоса и замок Иоаннитов. Фабрика гончарных изделий. Монастырь Девы Марии Циамбика. 1760 год, а эти фото из экскурсии по острову. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.